Привет всем! Сегодня немного необычное видео. Сегодня я хочу вам рассказать о том, как вы можете сэкономить на путешествиях очень много, либо вообще путешествовать бесплатно. Все вы знаете, что у банков есть различные кредитные карты с различными программами лояльности, которые дают вам баллы, мили, кэшбэки и так далее. Сегодня мы разберем один из таких примеров. Итак, я выделил три самых крутых карты, которые существуют на российском рынке на сегодняшний день, связанные с путешествиями. Мы не будем рассматривать различные кэшбэки, возврат денежных средств, либо различные программы лояльности с торговыми сетями, либо с интернет-магазинами, потому что подумайте сами, сколько вы тратите, я не знаю, на заправки, или в ресторанах, или в конкретном магазине денег каждый месяц. И вы поймете, что выгод от этих карт не имеет значения. Мы рассмотрим обычные банковские кредитные карты в ко-брендинге с авиакомпаниями, либо имеющие собственную программу лояльности, которые наиболее эффективны для вас. Сейчас, для примера, я хочу рассмотреть не самый удачный вариант, но один из самых распространенных вариантов в моем опыте. Я очень много общаюсь с людьми, очень много общаюсь с людьми, которые путешествуют, и каждый раз это небольшое открытие для людей, что можно таким образом очень много сэкономить. У очень многих людей есть карты Аэрофлота. Это может быть ко-брендинг со Сбербанком, Альфа-банком и так далее, их там очень много. У них у всех одинаковые условия. Условия там отличаются не больше, чем на 5%. Сейчас вы увидите пример не очень хорошего ко-брендинга для путешественников. Итак, мы возьмем ради примера карту Сбербанка. Совместно с Аэрофлотом. Эта карта, мы берем карту Visa Gold, потому что по ней даются самые большие баллы, они самые выгодные. Значит, Visa Gold дает нам 1,5 мили за каждые 50 рублей, потраченные по этой карте. Что это значит? Если вы тратите 50 рублей по своей карте, купили сникерс в магазине, вы получаете 1,5 мили. Если вы купили на 100 рублей, вы получаете 3 мили. Все просто. Если вы купили что-то на 99 рублей, вы получаете 1,5 мили, потому что должна быть кратность 50 рублей. Только в этом случае вам отчисляют 1,5 мили за покупку кратных 50 рублей. Второе. И вам дают 1000 крестных миль. При открытии карты. Что это значит? Берем простой пример. Вы тратите 30 тысяч рублей в месяц. Расплачиваете с этой картой, ничего не делаете больше, нигде не летаете. Мы возьмем самый статистический простой пример, что вы никуда не летаете, нигде не ездите, просто платите этой картой каждый день. И в месяц у вас выходит 30 тысяч рублей. По этим площадкам несложно посчитать, что это 900 баллов. 900 миль. Значит, за год мы тратим 10 800 миль. Но не забывайте, у нас еще есть 1000 крестных миль. Итого будет 11 800 миль. Что это значит? Заходим на сайт Аэрофлота, где мы можем посмотреть, сколько стоит миль. Самый дешевый билет за наградные билеты это Москва-Санкт-Петербург, Москва-Самара, Москва-Ростов-на-Дону. Вот примерно такие. Сам понимаете, это самые недорогие. Он стоит 15 тысяч миль. В одну сторону. То есть, если вы захотите следить туда-обратно, это будет 30 тысяч миль. Вы копили целый год и даже не можете заработать на один самый дешевый билет Аэрофлота. К примеру, этот же билет Москва-Санкт-Петербург или Ростов стоит 1500 рублей у авиакомпании Победы. Смысл? Смысла нет. У этой карты есть только один плюс. Это ее годовое обслуживание. У любых премиальных карт у вас есть страховка выезжающих за границу. Это уже вам плюс, потому что вы экономите, если едете за границу. В среднем страховка стоит 1 евро в день. То есть, если вы едете если вы отдыхаете один раз в год и платите за страховку 14 евро, значит, вы уже можно сказать, что заработали 14 евро с этой карты. Это плюс. Но это есть у всех карт, которые мы будем рассматривать. Вот почему я называю это неудачным примером. Потому что в реальности здесь кэшбэк меньше 1%. Ну, так называемый кэшбэк конечно, в реальности никто деньги не возвращает, но вы можете восклужить с услугом меньше, чем 1%. Такое нам интересно. Начнем с моего рейтинга. На третьем месте у меня встает карта банка Тинькофф. Карта называется All Airlines. В свое время эта карта делала много шума, была активная реклама, достаточно хитрые условия, просто так не разберешься, что к чему. Но сразу скажу, забегая вперед, это очень хорошая карта, очень хорошее предложение, но в данном случае она занимает только 3-е место. Значит, в чем суть? Вы получаете 2% в виде баллов за любые покупки по вашей карте, не важно, что это. Вы отправляетесь бензином, либо вы пошли в ресторан, либо вы купили что-то в магазине себе, или в ИК, или еще где-то, это не имеет значения. Вы получаете 2% в виде баллов, которые начисляются на ваш счет. Вы получаете 5% за любые покупки авиабилетов, совершенные на сайте Тинькофф. То есть, если вы покупаете билет для своего отпуска, вы получаете с него уже не 2%, а 5% в виде баллов. И вы получаете 10% в виде баллов за любые покупки на сайте Тинькофф, которые при бронировании отеля, либо автомобилей. Вот эта система не дает нам однозначно посчитать, какой будет кэшбэк. Но здесь мы уже понимаем, что он минимум 2%. Это уже очень хорошо. Мы берем наш пример. Мы потратили 30 тысяч рублей каждый месяц, что равняется 600 миль. Умножаем на 12. И плюс, не забываем, что у них еще есть 1000 превесных баллов. 7200 миль и плюс 1000 превесных баллов за год мы заработаем 8200 миль. Ну и для эксперимента мы возьмем, что для нашего отдыха мы взяли билеты за 30 тысяч рублей. с этого мы получили еще возврат в виде 5% или 1500 баллов в миль. Итого у нас получится за год 9700 миль. Что это такое? Что это значит? Одна миль равна 1 рублю. Это значит, что вы покупаете билет в любом месте, где вам нравится за 9000 рублей. После этого отсылайте заявку в банк Тинькофф. Он вам возвращает эти 9000 рублей и вычитает с вас 9000 миль. Итого у вас будет билет плюс 700 миль на остатки. В чем минус этой карты? Минус этой карты в том, что вы покупаете билет за свои деньги и в том, что реальный кэшбэк в этом случае будет порядка 2-2%. Конечно, вы можете сказать, что да, но ты можешь получить 10%, но давайте ответим честно. Как много вы ежемесячно бронируете отели, автомобили или вы покупаете авиабилеты? Если вы можете это делать молоко, конечно, это будет круто. Вы получаете кэшбэк 10%, но в большинстве случаев вы этого не делаете. Вы делать это очень редко. Поэтому 2,2% ставка может меняться в зависимости от ваших крат. Мы взяли для конкретного примера. Третье место. также здесь есть все преимущества страховка, страхование багажа, страхование жизни выезжающих за рубеж и там различные бонусы, подарки, спецпредложения и так далее. Второе место. Второе место у нас занимает банк Русский Стандарт. с его картой British Airways. Эта карта дает нам полторы мили за каждые 50 рублей потраченные по карте. То же самое как здесь. Помните, да? Плюс 5000 приветственных миль за первый год обслуживания этой карты. Плюс 2500 миль за каждый последующий год. Карта действует три года. После этого вы перепускаете, переупускаете, делаете новую карту и все повторяется заново. Уже лучше, но отличие не сильное. Сейчас покажу разницу. В нашем примере мы берем те же самые 30 тысяч рублей в месяц. Получаем те же 900 миль в месяц. За год мы получаем те же 10800 миль, что и здесь, плюс 5000 приветственных миль. Итого у нас будет 15800 миль за первый год обслуживания. что это значит? Как пример, билет Москва Париж стоит 12500 миль. то есть мы уже можем дать билет Москва Париж, но правда в одну сторону. Билет Москва Мадрид стоит 15000 миль. Тоже круто. В принципе это эквивалент 7000 рублей. Примерно. Там плюс-минус цены могут отличаться в сезон. Ну там разные расценки могут быть. Но в чем есть преимущество. Мы потратили по карте 360 тысяч рублей за год. Банк Русский Стандарт совместно с British Airways дают вам компонент ваучер при 200 тысячах рублей, которые вы потратили по карте. То есть как только вы потратили 200 тысяч рублей, у вас есть еще один компонент ваучер. Что это значит? Это значит, что когда вы покупаете билет Москва Мадрид за 15000 миль, вам еще один билет достается абсолютно бесплатно. А если вы потратите в первый год обслуживания 400 тысяч рублей, то есть чуть больше, чем эта сумма, вам дают еще один компонент ваучер в подарок. То есть потратив по карте 400 тысяч рублей, вы можете получить три билета Москва Париж в одну сторону бесплатно. Абсолютно бесплатно. Никаких скрытых платежей, никаких комиссий, ничего. Просто бесплатно. Вы оформляете заявку, если есть места, именно премиальные места, то вы оформляете билеты. Здесь самая большая проблема в том, чтобы найти даты, когда делать заранее, и тогда все будет в порядке. У меня есть знакомый, который активно пользуется этой карты, она ему очень нравится, он очень часто путешествует бесплатно, у него большие обороты по карте. У этой карты есть пара минусов. Первый минус. Годовое обслуживание этой карты 10 тысяч рублей. То есть если вы мало тратите по этой карте, вам смысла нет ее оформлять. Вы должны посчитать, будет она у вас оккупаться или нет. Но несмотря на это также здесь есть и привилегии различные, есть скидичные предложения, есть страхование выезжающих за рубеж, страхование багажа и много разных плюсов. Вы можете зайти на сайт банка русский стандарт посмотреть карту Брид Шейвейс. Второй самый главный минус почему у меня этой карты нет. платежная система платежная система этой карты Американ Экспресс И дело здесь не в том что у меня какие-то предрассудки или еще что-то. Дело в том что Американ Экспресс не сильно распространена где-то за пределами Америки. Нет конечно она есть но где но далеко не везде. Что это значит это значит что придя в большой магазин тот же самый Ашан или Леруа Мерлен или еще в какой-то большой сетевой магазин у вас очень велика вероятность что карту платежной системы Американ Экспресс у вас не примут потому что все основные карты которые работают в России Visa Mastercard часто есть еще GSB и UnionPay японская китайская платежная система Американ Экспресс есть очень редко у Американ Экспресс эксклюзив банка Русский Стандарт и они это развивают но пока это не слишком массово где-то есть где-то но чтобы вам реально накопить эти деньги вам реально придется искать места где принимают Американ Экспресс у моего друга как раз такая проблема но очень много есть свои платежи где он знает уже определенные сайты и при любой возможности он платит Американ Экспресс но такая возможность появляется далеко не каждый раз поэтому второе место кэшбэк здесь примерно опять же здесь нет как такового кэшбэка потому что вы здесь не получаете деньги здесь можно посчитать примерно эквивалент примерно эквивалент возврата денежных средств будет около 3% то есть мы берем деньги которые тратим и деньги которые мы получаем за это то есть примерно 3% вы будете получать назад в виде билетов а иногда билет очень выгодно купить за баллы к примеру сейчас я лечу в Колумбию билет туда и обратно из Москвы на мои даты стоит 88 тысяч рублей это пипец как дороги я бы с удовольствием взял билет это авиакомпания тем более что это авиакомпания British Airways но у нее так же вы покупая билет за мили вы точно так же можете купить билет ее партнеров то есть вы покупаете билет British Airways а реальным оператором перелета может выступать одна из компаний с которой входит союз British Airways таких компаний их много и в принципе они покрывают весь мир и S7 и КТ-Пасифик по-моему эти хат еще входят там компании 7 и по латинской Америке они летают и ну в общем они летают по всему миру вы не будете привязаны только к одному British Airways первое место самая крутая карта которая сейчас есть на российском рынке у банков которые предлагают продукты для путешественников это банк ВТБ-24 карта называется карта мира из названия уже понятно что это карта для путешественников эта карта немножко предыстории эта карта пришла на смену карте Трансайра совместно с банком ВТБ-24 привилегия Трансайра это была мега крутая карта которая у меня есть до сих пор но так как Трансайра разорился обанкротился то соответственно выполнять перелет он больше не может раньше это была самая крутая карта вы могли летать бесплатно вообще везде по всему миру я летал в бизнес классе и в первом классе абсолютно бесплатно платил там копейки топливный сбор полторы тысячи три тысячи рублей перелет из Москвы до Лос-Анджелеса и обратно в первом классе стоил мне шесть тысяч рублей первый класс это когда ты не просто сидишь в бизнес-классе в носу самолет первый класс это когда ты сидишь на втором этаже ну если взять боинг 747 большой горбатый где у тебя отдельный вход где у тебя отдельный гардероб где у каждого на каждые два сиденья есть персональный бортпроводник где ты выбираешь что ты будешь есть по меню и где ты можешь заказать все что ты хочешь все из того что ты хочешь что есть сейчас на борту алкоголь напитки причем алкоголь дорогой различные напитки прохладительные любую еду по меню в любой момент в любой минка ты проснулся но не будем грустно и так что такое карта мира от банка втб я буду рассматривать виза платина так как по ней самые выгодные условия и вы быстрее всего накопите свои баллы что она дает она дает 4 балла за каждые 35 рублей потрачены по этой карте точно так же как и здесь и здесь потратили 35 рублей получили 4 балла потратили 70 рублей 8 баллов потратили 69 рублей получили все равно 4 балла также надо 6000 крестный балл а также она дает двойные баллы за любые покупки совершенные за границей либо покупки совершенные день рождения за два дня до него и за до дня после него то есть если вы едете за границу и купили что-то там на 35 рублей то вам зачислил уже 8 баллов либо если вы решили праздновать день рождения с размахом и вы покупаете что-то по своей карте у вас также будут двойные баллы . реально круто но рассмотрим конкретный пример конкретно наш мы берем те же самые 30 тысяч рублей которые тратим каждый месяц что это нам дает это дает нам 3428 баллов которые мы получаем каждый месяц умножаем на 12 это будет 41 136 баллов выглядит много что это значит 41 136 баллов плюс 6000 приветственных баллов 47 136 это эквивалентно 15 тысяча 546 рубля 1 балл равен 33 копейкам то есть за каждый рубль вы заплатите 3 балла что это значит что такое 15 тысяч 26 рублей вы заходите в специальный раздел сайтов это было 4 где вы можете покупать отели бронировать авиаприлеты либо бронировать автомобили и покупаете там то что вам нужно нужно авиабилет либо и вам нужно отель либо вам нужна машина и расплачиваетесь не своими деньгами а расплачиваете с баллами соответственно вы можете расплатиться и баллами можете расплатиться обычной карты самый вопрос который больше всего пугает людей если это собственно раздел сайтов это было 4 либо тинькофф олл аирлайнс то наверно там двойные накрутки по своему опыту могу сказать что цены там иногда даже бывают дешевле чем на обычных поисковиках я тоже раньше так думал я проверял эти эти сайты они оба действительно дают хорошие цены другие банки например альфа банк либо например есть банк авангард там не всегда цены хорошие вот там есть накрутки и условия там хуже условия типа как здесь или еще меньше и еще накрутки на их билеты здесь реально очень хорошие цены реально иногда же дешевле чем на других поисковиках то есть вы экономите не тратите своих денег и спокойно покупаете 15 тысяч пятьсот сорок шесть рублей которые вы можете потратить это как пример вот москва-париж туда-обратно либо москва-мадрид туда-обратно примерно плюс-минус плюсом если вы тратите за границей у вас будет двойный балл у вас здесь будет не 41000 а 82000 если вы много путешествуете и вам очень выгодно тратите карты заверить я 90 процентов всех своих платежей за границей совершаю по карте я плачу наличными только если не принимаю карту у меня уже привычки я всегда плачу карты если есть возможность заплатить картой я плачу как если трицать пять рублей я плачу как если 100 рублей я плачу карт если ты большая покупка я тем более плачу як если меня на карте нет денег я приеду я лучше возьму наличные положив на карте на карту половину надо позже потому что я знаю что каждый зарплатится моей карте это моевал и которые давид мальне и моей семье бесплатные путешествий. И это очень-очень круто. У этой карты, так же, как у других карт, есть определенные минусы. Минус здесь это годовое обслуживание. Годовое обслуживание у вас здесь снимается каждый месяц. Очень хитрая система. Если у вас оборот по карте 65 тысяч рублей или больше, тогда этот месяц вы обслуживаете бесплатно. Карта для вас абсолютно бесплатная. Если оборот по карте меньше, тогда обслуживание стоит 850 рублей в месяц, что эквивалентно 10 200 рублям в год. В принципе, страховка, консьерж-сервис, страхование багажа, невыезда. Во всех этих картах очень крутая страховка. Вы можете даже экстренные лечить зубы, если у вас будет такой случай. Я попадал в страховые случаи, в принципе, страховка работает нормально. Можете не бояться хорошей страховкой. Вы реально сэкономите на покупке страхового полиса в каждую поездку. Где-то он даже обязательный, и тогда вы тем более экономите. 1 евро в день – это точно. Бывают страны, где дешевле, но в принципе, цена в среднем примерно такая. Это самый главный минус этой карты. Все остальное в ней прекрасно. Средний кэшбэк. Кэшбэк мы здесь можем почитать вполне конкретно. Мы заработали вот столько баллов, потратили вот столько рублей. Будет порядка 3,7%. Почти 4%. И это вы не привязаны к какой-то авиакомпании, какому-то конкретному отелю. В принципе, вы получаете почти 4%. Если еще совершаете покупки за рубежом, то это будет почти 8%. На мой взгляд, это самая крутая карта, которая сейчас есть на рынке. Конечно, у каждого есть свои собственные предпочтения, какие-то пожелания. Вот первые три места, которые есть. Вы знаете цифры. Вы можете сравнить их со своим банком, либо со своей картой, которая у вас есть, и вычитать примерный кэшбэк. Если вы найдете карту, которая круче, присылайте мне в комментариях ссылку на нее. Я обязательно сделаю на нее обзор. Если я ее пропустил, я ее прямо вставлю, здесь вставлю ссылку и сделаю обзор на нее и скажу, что эта карта крутая. И может быть, кто-то потеснится здесь. Но на данный момент из тех карт, которые я знаю, вот это мой личный рейтинг. Если вам понравилось это видео, если вам понравился формат таких видео, такие лайфхаки, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Я пока сейчас снимаю новые видео по новым лайфхакам, связанным с путешествиями и с жизнью за границей. То, как это вообще происходит, где можно дешевле купить авиабилеты, где можно дешевле купить отели, как экономить в путешествии. Сейчас мне кажется, это очень актуально. Есть сервисы, которые позволяют вам экономить очень много денег. Я говорю это не как человек, который дает вам рекламу, что-то рекламирует. Я это говорю как человек, который занимается туризмом несколько лет. И я уже съел не одну собаку на поиске дешевых отелей, дешевых авиабилетов, дешевых мест, где можно забронировать машину. Потому что чем дешевле ты найдешь что-то, тем больше вероятность того, что ты сэкономил и, возможно, заработал на авиапоездке. Поэтому у меня есть большой опыт, поверьте мне. И это опыт не жилья в хостелах, либо в клоповниках. Вы будете жить в нормальных отелях, ездить на нормальных машинах, передвигаться на нормальных самолетах, летать хорошими авиакомпаниями, просто экономить очень-очень много денег. В общем, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, отправьте эти видео друзьям, пусть они посмотрят, выбросят свои никому не нужные карты и начнут реально экономить на путешествиях. Начнут путешествовать бесплатно. Вы можете, не важно где, вы можете летать по России, у вас есть деньги, вы тратите их куда хотите. Вы можете снять отель на 23 февраля, либо на 8 марта, у вас есть деньги, вы можете снять отель и пойти туда со своей знакомой девушкой, и она вам будет благодарна. Отель для вас будет стоить бесплатно, потому что вы просто накопили эти баллы. Это очень крутое предложение. Так что делитесь этим видео со своими друзьями. Пусть они тоже будут счастливыми обладателями крутых карт. Пусть они тоже выбирают правильно. Все мы тратим по картам. Нам надо, чтобы мы тратили деньги с умом. Всем пока!